Доброе утро, уважаемые телезрители! Всех приветствуем, кто только проснулся и присоединился к нашему эфиру. И пока была реклама, к нам в гости в студию пришли очень-очень интересные люди. Я готов с вами их познакомить. Итак, это артистка хора Государственного академического театра «Астана-Опера», лауреат международных конкурсов, магистр дирижирования Салтанат Бекмагомбетова. И Мирбол Куспанов, художественный руководитель казахского камерного хора областной филармонии имени Газизы Жубановы. Доброе утро! Доброе утро! Мы всегда рады таким творческим, жизнерадостным, улыбающимся, очаровательным гостям. Как проснули сегодня? Хорошо? Да, меня очень дружелюбно встретил ваш город. Гостеприимные люди проживают в этом городе. Сплю очень замечательно, готова к сегодняшнему рабочему дню. Салтан, а вы у нас первый раз? Я у вас в третий раз. Мы до этого приезжали также на конкурсы Жубанов-Коктиме, которые проходят у вас периодически. Так что уже знакомы с этим городом. Так, а город каждый раз меняется с каждым вашим посещением? Да, он каждый раз преображается, появляются новые здания. Вот у вас замечательная такая архитектура, церковь, мечети новые, очень красивые. А есть какое-нибудь любимое место? Появилось ли оно? Ну, парк «Первый президент» мне понравился, я там прогуливалась. Хороший. Ну и не могу не задать вопрос по теме нашего сегодняшнего эфира. Очень сильно хочется. Говорим мы о четвертом дне недели в четверг. Скажите, нравится ли вам этот день недели в четверг и есть ли какие-то особенности этого дня у вас? Я люблю этот день в связи с тем, что когда еще я училась, всегда четверг это был рыбный день. Рыба. Я рыбу люблю и она очень полезная, поэтому четверг для меня это прежде всего рыбный день. Вот вы как раз таки говорили, когда вы учились. Вот расскажите о своем времени во время учебы, кто были ваши учителями. Ну, свое музыкальное образование я начала в музыкальной школе города Кокшетау по классу фортепиано. После окончания я поступила в музыкальную академию в Астане по классу дирижирования хорового. Я закончила колледж, вуз и магистратуру. Ну, меня окружали очень талантливые преподаватели, которым я очень благодарна. Ну, и особое место в моем образовании и как музыкант, и как человека с юных лет занимает мой преподаватель, очень талантливый, требовательный педагог и при этом очень чуткий, талантливый дирижер, профессор университета искусств Гульмира Казина-Кутыбадамова. Вот мы сейчас с ней сотрудничаем и по сей день она меня воспитывает, можно сказать. Так, а расскажите, с чем приехали вы к нам в город? Что будет? Цель вашей визиты какая? В Актюбе я приехала по приглашению художественного руководителя и дирижера казахского камерного хора Актюбинской филармонии Мирбола Куспанова. Ну, на самом деле я хочу отметить, что не так много пропагандистов хорового искусства и в городе Актюбе, и в Актюбинской области я могу сказать, что практически единственный человек, кто занимается хоровым искусством, это Мирбол Куспанов, и он постоянно организовывает мероприятия хоровые. И одним из них является хоровой чемпионат, на который меня пригласили в качестве жюри. Вот, и также председателя жюри. Он уже состоится завтра, чемпионат. А также в субботу, 15 апреля, состоится концерт казахского камерного хора, где я буду дирижировать произведения зарубежных и русских композиторов. А также в концерте произвучают казахские народные песни в обработке моего собственного сочинения. Так что... Приглашаем всех послушать, насладиться. Мирбола, у меня вопрос к вам. Расскажите немножко, что будет за чемпионат, дети какого возраста будут участвовать, где будет проходить, чтобы телезрители знали, куда можно прийти и послушать. Чемпионат будет завтра. Это мое детище, потому что как бы в 2015 году он был первый раз. И по сей год, каждый год он проходит ежедневно. Первый раз у нас как бы председателя жюри. И мы всегда приглашаем из Алматы, из Астаны. Два года мы практиковали как бы выпускников консерватории, а в этом году мы решили салтанат пригласить. Знаете, как наше творчество, как бы связь пошло? В один день через YouTube смотрим и наблюдаем выступление астанинского камерного хора. И там говорится, что обработка 16 девушек, обработка салтанат Бекмаамбетовой. Я быстренько по каналам нахожу этого человека, выхожу к ней на связь и беру эти ноты. Салтанат сразу соглашается мне дать эти ноты, потом свои собственные как бы обработки. Их где-то штук 7-8 она присылает. Потом мы начинаем их учить. А потом я говорю, салтанат, ну раз мы с вами уже начали сотрудничать, давайте вы к нам приедете. Вот у нас будет третий областной хоровый чемпионат в качестве председателя дирижуры. И в обязательном порядке как-то наш коллектив тоже должен поработать с другими дирижерами. И вот салтанат с удовольствием согласилась и приехала. Сейчас она уже работает с хором. А завтра будет чемпионат с 11 часов, участвует 13 коллективов. Это детские, юношеские. Получается, с города участвуют. В основном все с города, только два коллектива с района. Это Эмба и Мартук. А остальные коллективы все отсюда. Ну, всем участникам удачи пожелаем. И завтра посмотрим, как скажет председатель жюри. Все по плану. Всегда приятно и легко работать с дружелюбными людьми. Правда ведь, Мирбол? Когда салтанат такая дружелюбная и сразу же открыта для творчества, для сотрудничества. Всегда хорошо это. Салтанат, а сложно ли оценивать? Ну, сидеть в качестве председателя жюри, оценить. Все-таки это же детский чемпионат, скажем так. Конечно, дети очень ранимые. Ну, мы стараемся, постараемся никого не обидеть. По возможности, по уровню подготовки, по профессиональному уровню мы все-таки, конечно, будем как-то разделять все-таки первые, вторые, третьи места. Будет такая задача у нас. Ну, конечно, немногочисленный опыт оценки детского творчества. Это конкурсы хоровые, танцевальные конкурсы, эстрадного вокала. В общем, думаю, завтра будет очень интересно. И весело. И весело, да. А напомните еще раз, где будет проходить хоровой чемпионат? У нас в областной филармонии с 10 часов мы ждем всех слушателей хоровой музыки. Хотелось бы, конечно, чтобы послушали детей. Каждый коллектив будет исполнять по 4-5 произведений. Есть свои фавориты. Потому что третий год подряд участвует детский коллектив САС областной филармонии. И два года подряд они забирали титул чемпиона. И в этом году мы ждем от них как бы что-то новое, что-то хорошее. Чтобы удивили, да? Да, да, да. Возможно, они и заберут обратно же этот кубок чемпионов. А может и нет, да. Завтра мы посмотрим, как это будет. Всем, конечно, пожелаем удачи. А вход на чемпионат свободный, да, для каждого? Вход свободный, да, Руслан. Абсолютно бесплатно. Бесплатно. Это хорошо. Салтанат, вот о чемпионате мы поговорили. А теперь расскажите немного о своей работе. В данный момент я являюсь артистом хора Государственного академического театра оперы и балета «Астана-опера». Работа очень интересная. Постоянно приезжают приглашенные дирижеры, приглашенные солисты. Работа кипит. Предстоит экспо. На экспо у нас очень много выступлений. Даже совместные проекты есть с различными коллективами, с международными коллективами. Ну, есть у меня опыт и преподавания. Пять лет я была хормейстером лауреата международных конкурсов детского хора «Илигай». Кстати, с этим хором мы приезжали в Актюбинск в 2007 году и стали обладателями гран-при. Гран-при, да. Руководителем хора является Кутыбдам Лугу Меркозидна. Также преподавала в университете искусственных хафедры дирижирования, то есть специальность дирижирования и хоровая жанжировка. Еще можно отметить школу Хейли Берри британскую. Тоже был очень интересный опыт с иностранными детьми, с местными. Вот. Вот это да, вот это послужной список. Мы сидим с Русланом, и глаза у нас становятся все больше и больше. Вот. Вот в таком молодом возрасте, могу себе позволить это сказать, такие заслуги, такие достижения, безусловно, это связано, наверное, с вашим упорством, с вашей трудоспособностью. И самое главное, это с любовью. Вы подходите к своему делу, так? Конечно, музыка всех нас связала. Музыка, это, наверное, моя жизнь. А что вы можете сказать о хоровом жанре в современном Казахстане? Вообще хоровое искусство, оно не свойственно казахскому народу. Испокон веков казахи. Казахи не пели песни хором, как вы знаете, это были солисты, которые исполняли традиционные песни с дамброй. Но на сегодняшний день я могу сказать, что хоровое искусство уже набирает популярность среди слушателей. И это большая заслуга, конечно, тех, кто именно занимается искусством хоровым. Это выпускники консерватории Алматинской, выпускники университета искусств. То есть, после этих мероприятий, это все очень благотворно влияет на наше искусство хоровое, которое достаточно специфичное. Не каждый поймет это искусство. Я вот, насколько знаю, в Актюбинске полюбилась, полюбилась, да, хоровое пение. Очень послушатели ценят. Ну, я могу отметить таких деятелей современных, как, наверное, главный хормистер нашего театра Астана-опера, это Даутов Ежан Булатович, руководителя камерного хора Государственной филармонии Астаны. Это Умир Казина, мой филармоний преподаватель, как я говорила. Ну, руководитель Государственной хоровой капеллы, это Демеов Ежан Булатович, отмечу, и Мир Болок Успанова, который продвигает, продвигает, двигает, скажем так, наше искусство. Ну, я думаю, что надо привлекать побольше молодых людей в наше искусство, чтобы было повсеместно это хоровое пение. Да, отметить и Салтанат Сабитовну, потому что она, как молодой специалист, сейчас, получается, для казахского именно хора она пишет разные вот народные песни, потому что не свойственно было, чтобы... Да, обработки, получается, не свойственно, чтобы с дамброй солистом пели. И вдруг Салтанат в этом направлении становится новатором и делает 16 девушек, которые сейчас, на самом деле, полюбил не только мой коллектив, это произведение, да? Но где бы мы ни выступали, везде она принимается на ура. Вот надо и отметить Ибик Магамбетова Салтанат, потому что она тоже внесла свою лепту именно в эту хоровую жизнь. Спасибо. Да, я очень рада, я буду, будем сотрудничать, я буду специально для вас писать свои обработки. В будущем нужно трудиться, взять себя в руки, потому что, на самом деле, это не так просто, нужно думать постоянно, чтобы она созрела внутри тебя эта обработка. Ну, изначально я начинала для камерного хора Астаны в филармонии писать обработки, это было моё, как лаборатория моя творческая, возгумера Козейна мы это писали. Ну, то есть я писала для них, они там мне корректировали что-то ещё. Ну, сейчас заказы поступают, от Мирбола будем работать. Будем сотрудничать и работать. А напоследок мне бы хотелось поинтересоваться, вот чемпионат, который будет завтра, это не последний, наверное, ваш проект, какие планы ещё? Камерного хора в этом году. Буквально несколько слов, Мирбол. В этом году очень насыщенные у нас планы, если честно сказать, мы даже сами не знаем, когда пойдём в отпуск. Честно я вам скажу. Так что планируется такое? Июня, 24 июня по 22 августа забит каждый день. Вы представляете, это ровно два месяца, которые мы практически будем, мы должны поехать на Астана-экспо, оттуда приехать, улететь в Сингапур. Мы приезжаем оттуда, чемоданы только положили, взяли другие, уехали в Кисловодск, оттуда приехали и обратно уехали в Астану, потому что вот руководитель, главный хормистер Астана-опера, будет очень большой хоровой проект в этом году именно в Астане. В Астане 20 августа тысячу человек будут собираться хоры, уже в WhatsApp создана группа, с министерства позвонили, репертуары отправили, всё, список артистов просят, и тысячу человек, получается, у нас же в Казахстане очень мало хоров. В Астане где-то человек 200 наберётся, в Алма-Ате человек 200 наберётся, получается, по республике все камерные хоры собирают. Помимо этого, Украина, Кисловодск, Москва, Санкт-Петербург, везде всех собирают, и будем исполнять самую сложную, можно сказать, музыку, вообще очень сложную, это Малера, Густава Малера, 8 симфония. Музыки там отбавляй, и сейчас просто все хормистера в трансе не могут понять, что происходит, как это всё быстро выучить, потому что сроки очень сжатые. Вот такие планы, буквально на два месяца я вам расскажу, а дальше всё секретно. Хорошо, мы поняли, что вы появитесь в нашей студии ещё раз, чтобы рассказать о дальнейших планах. Да, и не один раз. И не один раз рассчитываем. Спасибо вам огромное, что вы уделили нам сегодня время, рассказали о вашем творчестве, я думаю, было очень полезно и интересно. Да, конечно, мы желаем вашему коллективу только благодарных зрителей, казахский каверный хор пользуется огромным спросом и любовью у жителей нашего города, а вам, Салтанат, желаем, чтобы завтра хорвой чемпионат прошёл на ура, и все, безусловно, остались довольны, и вы, в первую очередь, получили огромное удовольствие. Спасибо, что этим утром, в четверг, вы были вместе с нами. Дорогие телезрители, не переключайтесь, буквально через несколько минут у нас, соседи, есть для вас кое-что интересное, раскрывать все карты не будем, подождём и увидим.